дорогие друзья с вами яна федорова и сейчас я у этой фиалочки укореню листочки делают которые были поломаны вот они частями листочка фрагментами листочка они поломанные поэтому приходится измудряться вот такая пластиночка как же ее распределить смотрю так ну одну часть наверно по этому разлому я и разрежу как она есть так вот придется даже такую маленькую укоренить так а тут у нас еще один разлом ну попробую ее по мужа и разрезать и вот так вот сделать вот таким маленьким таким маленьким я еще не укореняла посмотрим это даже для меня будет опыт ну а эту вот так вот и оставлю так еще один тут был листочек вот он тоже сломанный жалко конечно когда так обращаются с фиалочкой так но тут тут я сделаю вот так по этому разлому прорежу и вот так вот такую пластинку вырежу так вот так но тут что сделать просто даже не знаешь что и сделать ладно это я не буду использовать вот эту часть так а тут ну попробую просто для опыта вот так вот отрезать эту ножку и укоренить ее зеленой частью в землю чтобы показать вам что принц принципе такое тоже возможно так для того чтобы так укоренить это нам нужно землю сделать с перлитом вот он перлит и перлита сделать побольше вот он в таких продаются пакетах так часть перлита и часть земельки земельки не подсыпала себе для разных работ делают вам все показываю всякие разные посадки и столько много у меня уходит земли вот сейчас даже забыла подсыпать что я даже сама удивилась думаю ничего себе для разных видео для разных опытов столько мне земли уходит оказалось бы всего понемножку всего понемножку снимаешь ну вот вот таким вот образом так комочки убрать отсюда земелька земелька у меня очень хорошая она у меня покупная я вот еще добавила перлит это ей придаст воздушности рыхлости фиалочки как и глоксини да и вообще практически любые цветы любят легкую рыхлую почву рыхлую почву туши и не любят так можно даже в одном перлите укоренять здесь сюда положу он не повредит так вот ой вернее это вермикулит у меня не перлита вермикулит перлит он немножко другой беленький перлит очень хорошо впитывает воду поэтому надо полить получше так ну вот кажется все потом через некоторое время я все таки еще раз загляну эти стаканчики и проверю влажная ли земля потому что на дне вот он практически сухой пока влага дойдет до дна да можно еще даже подлить он ой хорошо впитывает все а эти вот сюда так сюда вот первый готов так наверное на все не хватит это у меня получится как надо было побольше взять посудинку ну вот так вот вот так вот как нибудь сейчас сместим ничего страшного это вот так вот и один маленький кусочек еще осталось вместить вот сюда может быть он и не приживется ну во всяком случае для опытов поставлю вот так это будет выглядеть как всегда его нужно поместить в тепличку и будем дожидаться что же будет с ними может быть даже оба поместятся туда ну-ка ну да вот прекрасно даже оба поместились вот это у нас фрагменты листа фиалочки здесь я уже укоренила просто листья фиалки через почву так это у нас листья этой же самой фиалки через воду с помощью фольги вот сколько разных вариантов и еще все таки я оставила один маленький вариант для того чтобы через гель вот все возможные способы даже через мох еще можно вот еще один даже возможный способ так какой бы еще листик выбрать для того чтобы в гель поместить ну вот этот более менее крупный из оставшихся вот он так вот гидрогель у меня здесь много не буду так немножечко с пол стаканчика ну все пожалуй и то же самое можно так поставить но под подвесом самого листочка будет эта ножка у листочка прогибаться и потом искривляться я все таки сделаю фольгу как обычно надо ее туда продавить вот так вот вот и облепить так сделаем карандашик чтобы проколоть сюда ну ладно вот тут пинцет попался так так вот и в эту дырочку ставлю листочек можно еще геля добавить тут до дна получается еще много можно еще геля добавить так ой надо было побольше сразу положить ну вот так теперь вот теперь прекрасно все достает вот так вот еще и в геле осталось еще вам показать как с помощью мха так что вот дорогие друзья если вам понравилось что-то новенькое вы узнали ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал всем удачи пока